12-метровый белоснежный аэростат Росгвардии воспарил в небо. Место для мониторинга выбрано не случайно. Трасса М5 Красноярский район является одной из главных в области. Каждый день по ней едет большой поток машин. От небольших семейных седанов до огромных грузовиков. На водителей дирижабль производит впечатление. Я в принципе этого не удивляюсь, но я смотрел, далеко видел аэростат летает, думал, что просто отдыхают люди. Он вас не испугал, скажем так? Нет, и я даже не испугался, потому что я езжу 80-90, 90 даже не превышаю. Аэростат заполнен гелием. На нем установлена видеокамера с обзором в 360 градусов. Марку и номер машины можно увидеть с расстояния в 700 метров. Аэростат может работать не только днем, но и ночью. По словам сотрудников ГИБДД, на нем имеется тепловизионная камера, которая различает силуэты. Камерой управляет пилот аэростата. Заметив нарушителя, он передает по рации данные автомобиля в ближайший пост ГИБДД. Если возникает спорная ситуация, инспектор может получить видео от оператора аэростата. Для удобства оперативных служб указываются координаты места подъема и его высота. Данное оборудование себя оправдывает. Соответственно, у водителя не имеется возможности видеть инспектора ДПС и его присутствием не нарушать. А здесь уже такой элемент, когда у нас недобросовестные водители хотят нарушить правила дорожного движения, видя, что за ними никто не следит и не наблюдает, совершают административные правонарушения. А с помощью данного летательного аппарата, соответственно, происходит именно фиксация данного нарушения. И уже потом сотруднику ГИБДД, инспектору ДПС, уже легко документировать и, соответственно, собирать административный материал. Помешать следить за нарушителями может только нелетная погода. Слишком сильный ветер будет сдувать всевидящий дирижабль, а низкооблачность или дождь существенно ухудшит видимость камер. Валерия Куценко, Григорий Плешаков, События.